МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 20 часов 48 минут. Петербургское время. Канал Теледом в прямом эфире вместе с нашими гостями и, естественно, вместе с вами нашими зрителями более чем в 200 городах России, от Сахалина до Калининграда, а также вместе с нашими добрыми друзьями в Белоруссии, встречает 312-й день рождения Санкт-Петербурга. Санкт-Петербург – город знакомый и близкий. И, наверное, каждому зрителю, каждому жителю России и бывшего Советского Союза. У каждого какие-то воспоминания, какие-то имена, какие-то названия, какие-то художественные образы, что называется, связаны с нашим городом. И один из этих коллективных художественных образов я рад приветствовать в нашей студии – Митьки. Привет! У нас верстки, редакторы мне пишут должности и звания каждого нашего гостя. Здесь я просил ничего не писать. Митьки. Представлю гостей – Дмитрий Шагин, Андрей Кузнецов и Андрей Филиппов. Митьки – это бренд петербургский или ленинградский? Ну, вообще, бренд, сразу скажу, слово не Митьковское. Вот оно мне не очень нравится, но нас так обозвали в свое время. И в этом году, кстати, 30 лет нашей первой выставки, которая была буквально вот сейчас весной, да, Фил? 30 лет. Да, ровно 30 лет. Тихомирова, да? Нет. Квартирная была, которую загнали, да. То есть для вас это событие, наверное, яркое событие, главное событие. Это просто мой универсальный вопрос всем гостям. О том, какими событиями запомнился минувший год города с предыдущего 27 мая. Вот 30-летием, да? 30 лет, ну, поскольку я ближе к вам скажу, можно я начну. Хорошо. Сегодня, вот мне сегодняшний день еще запрыгнулся тем, что сегодня 110-е годовщина Цусимы. Я с моряками, это такая знаменательная дата, пел песню «Варяг». Вот, более того, я хотел, чтобы ее здесь в эфире показали, но у нас по техническим причинам не получилось. Так что вот для меня, вот мы на берегу прямо стояли Невы, вот, и прямо вот с моряками «Варяга» исполнили. Я считаю, это вот так надо отмечать день рождения города. Потому что, конечно, город морской, вот, можно сказать, столица морская. Но я думаю, что каждый что-нибудь скажет. Чем запомнился и день рождения, и год предыдущий, например. Да, правильно? Ну, конечно, конечно, конечно. Ну, во-первых, конечно, медьки явления и ленинградская, и петербургская. Потому что Ленинград – это просто кусочек Петербурга, когда вот город так назывался. Но дело в том, что за этим периодом стоит большая история, и в том числе наше общее детство. На самом деле, город мы впитали еще в детстве. И все медьки этим пропитаны, и поэтому такая группа, в общем-то, художников и родилась, и существует. И существовала, и существует. Вот. Последний год мне запомнился, ну, вот, кроме морской, конечно, составляющей нашего города, конечно, большущая составляющая – это культурная составляющая. Мне больше всего год запомнился 200-летием Лермонтова. Вот. Вот, медьки участвовали в этом, вот, был проект Лермонтов «За углом», вот, известный, который был во всех станциях метро почти представлен. Я считаю, что достаточно достойно. Ответились в году литературы. Когда еще года литературы не было, это было из-за этого как раз… Год культуры. Из-за этого как раз года литературы и назвали. Точно. Андрей, что скажете? Ну, у меня тоже масса впечатлений в этом году было, естественно, и культурных событий, и таких общественных больше событий, и вот, и поэтому я тоже считаю, что год прошел не зря, потому что очень, во-первых, 70-летие даже вот Великой Победы, уже у нас выставки были к этому приурочены, память так называемая, то есть связаны с памятью. Вот я работаю, кроме того, что я метек, в музее Царско-сельской коллекции, где это в Царском селе, музей современного искусства, где мы взяли из фондов, достали всех художников, которые у нас представлены в коллекции, в фондах, и сделали большую выставку, развернутую того поколения, которое прошло войну, которые участвовали в войне или которые были перед войной, буквально погибли на фронте, как Лев Юдин, например, в 41-м году погиб, и положил свою голову, будучи лейтенантом, и у него имел звезды, я не могу положить, ну, в смысле оставить свой взвод, это был гениальный художник, ученик, непосредственно близкий, это ассистент Малевича Казимира и так далее. Ой, друзья мои, какие же вы серьезные. Слушайте, а, кстати... Вопрос серьезный. Вопрос серьезный. А, кстати, наверняка вот не я первый, который вращает внимание на то, что почему-то... Ну, почему-то принято считать, что придут митки, начнут там хохмить, балагурить, ну, вот мне так коллеги сказали, а, ну, это у вас там будет хихоньки-хахоньки, а вы совершенно академические деятели культуры. Не время еще, да, мы еще не разошлись. Чтобы хорошо смеяться, надо быть серьезным человеком. Нам обещали, что Стоянов где-то тут будет, по телебосту. Юрий Николаевич сейчас дает спектакль. Он же любит так, чтобы шутить, мы бы с ним перемегнулись, но не важно, ничего-ничего. Давайте уж сделаем анонс, раз ты имя прозвучало. Юрий Стоянов будет с нами на прямой связи из Москвы, как только отыграет спектакль, доедет до дома. Да, где-то в 23 часа мы ожидаем включения от одного из жителей городка, ну, и нашего замечательного города. Вот в Ленинграде нам, конечно, как мы сейчас понимаем, не хватало многого петербуржского. Кому-то продуктов в магазинах, кому-то транспорта, кого-то квартирный вопрос раздражал, да. Нет, вина не хватает. Может быть, в ту пору, да. А чего Ленинградского не хватает в Петербурге? Да, по поводу вина, кстати. Еще же годовщина. Мало того, что Витьков первый выставка 30 лет назад, а еще что? Сухой закон Горбачева? В 85-й год, без прочей. Ленинградское явление. Что же не хватало? Историческое событие в кои-то веке, в кои-то веке руководитель государства, пусть и бывший, признал собственную ошибку в том принципиальном вопросе. Да, несмотря на то, что он настаивал на своей правоте. Я знаю, что Папа Римский извинился за инквизицию, за индульгенции там, еще что-то. Горбачев извинился перед Митьками наконец за то, что нас споил фактически в те годы. Как там, пролетария всех нас, простите нас. Ну нет, хорошо. Все-таки как-то жизнь-то налаживается постепенно. Поэтому вопрос, чего не хватает сейчас, да? Чего Ленинградского не хватает сейчас. Да, именно Ленинградского. Но кроме Сайгона. Нет, ну Сайгон, наверное, не вернуть, потому что там гостиница, я так понимаю. А в другом месте Сайгона невозможен. Потому что именно там... Пытались, да? Пытались. Именно это место, самое такое вот сосредоточие всего, именно там. Рок-клуб, конечно, тоже уже не вернуть. Понимаете? Потому что Рок-клуб, это, конечно, прежде всего, Цой, Майк Науменко, БГ, понимаете? Это уже тоже не вернуть. То есть можно, но это будет уже не Ленинградский Рок-клуб, а это будет что-то новое. Ну да. Но это надо, вообще-то надо, чтобы он для молодежи, куда пойти и так далее. Ну и, конечно, вот, например, Андрюша сказал про Цискосильский музей среди искусства, но не потому, что это маленький музей. И кто поедет в Царское село? Поедут, конечно, приезжают. Надо, чтобы был музей, конечно, среднего искусства в Петербурге. Наконец-то, уже сколько лет мы про это говорим, и до сих пор... Мы отвлеклись от вопроса, что не хватает Ленинградского. Не хватает. Но это не Ленинградского. Как не Ленинградского? Там не было, имеется в виду. Как не Ленинградского? Там будут приставлены. Ностальгически не хватает. Там будут приставлены. На почву. Андрей, в этой студии Настя Курехина, вот сидя на вашем месте, вот минут 15 назад, как раз сказала о том, что именно музея современного искусства не хватает в Петербурге, а он действительно ленинградский, потому что произведения искусства, которые для этого музея предназначались, были подарены во время телемарафона Возрождения Санкт-Петербурга, который еще родом из Ленинграда. Да-да-да, когда Возрождение, да-да-да. И, кроме того, безусловно... Вся наша культура вышла из Ленинграда. Безусловно, потому что после военное искусство, пока нет наших отцов, моего отца Владимира Николаевича Шагина, собственно, учителя Андрюши, Андрюша, которые сказали, что они все медьки, потому что все мои сыновья. Вот это поколение, Арифи, Вас, Мишваз. Да, это Ленинградский, конечно. Это, конечно, Ленинградский андеграунд. Конкретно их и не хватает. Конкретно их и не хватает. Сейчас именно этих людей в Ленинградске их не хватает. И вот в этом музее бы все это должно быть выставлено. И другое, и много чего там должно быть. И, конечно, ну, про себя не скромно говорить. Вот те же там, тимуровцы, да, там, новые художники должны быть выставлены, конечно. Ну и так далее. Нет, ну есть вроде как типа аэр-арты, но это коммерческое. Частный музей. Это частный музей. Надо, чтобы это был действительно вот такой у нас вот музей. Ну как там, армитаж, как русский. А вот ностальгически, я что-то сейчас подумал, Ленинградского не хватает в центре города трамвая. Траваечка. Ленинградского трамвая. Конечно. Ленинградского трамвая. Вот больше всего не хватает. Кстати, очень интересно, что ленинградская, петербургская культура, она как бы вот через этот городской транспорт очень сильно проявляется. Вы обратите внимание, какие кондуктора сейчас даже в трамваях. Это совсем другие люди, чем которые вот как бы там что-то шустрят. Ленинградский трамвай это очень много. Я помню, кондуктор трамвая Сынбродского ездил. На него очень похож. Только Бродский ездит. А водитель трамвая, внук Достоевского. Был. Да, да, да. Кстати, да, похож. Дело в том, что трамвай, помнишь, мы ездили на последнем трамвае. У нас были выставки на трамваях. Да, да. Для нас трамвай это очень такой образ, конечно, который воспил еще Ральд Мандельштамт. Ну, собственно, наши... И Шагин Владимир Николаевич. Да, все, конечно. Трамвай вернуть, прежде всего. Для нашего самого трамвайного в мире года тема, безусловно, актуальная. Но сейчас не про трамваи. Сейчас про танки, которые на поле грохотали. Смотрим и слушаем. Нас извлекут из-под облока, поднимут на руки каркасы, залпы башенных орудий. В последний путь проводят нас. И полетят за 100 телеграммы родных и близких звездей. И что сына ваша больше не вернется и не приедет по гостям. И что сына ваша больше не вернется и не приедет по гостям. В углу заплачет мать-старушка, замахнет слезу старик, отец и молодая не узнает, Какой у парня был конец. И будет карточка пылиться на полке пожелтевших книг в военной форме при погонах. И ей он больше не жених. В военной форме при погонах. И ей он больше не жених. В будущем музей современного искусства, который, исходя из пожеланий многих, уже многих наших гостей, наверняка будет открыт в нашем городе, наверняка будет стоять монитор, на котором будут показывать и мельковские песни. Это же тоже своеобразное явление культуры. Ребят, скажите, пожалуйста, а вот во всем ли хорошо, то, что наш замечательный европейский город уже перестал быть областным, когда великим городом с областной судьбой никто про эту дурацкую фразу не вспоминает, говорят, здорово, что он приобрел уже европейский лоск, не уступает европейским столицам, что он весь такой... Ну, улицы шампунем пока не моют. А во всем ли это хорошо? Наверняка есть какие-то места, какие-то приметы, какие-то городские артефакты, которых вот реально не хватает. Да, конечно, не очень-то хорошо. Мельки особенно, конечно, любят непарадный Петербург. Конечно. Непарадный Петербург, дворики, проходные дворы, котельные, железнодорожные станции, которые тоже выносятся за границу города, всякие вокзалы, сортировочные станции. Это все очень трепетно, очень душевно, и там происходит жизнь. Конечно, в локированном... Не только любят, они как всегда нарисовали. Рисуют это все. Все время рисуют. Все же все наследие творческое. В локированном городе там жизни не будет. Конечно. Но дело в том, что Петербург и Ленинград очень сильный город. Он не поддастся, не волнуйтесь. Он будет жить своей жизнью, и она прорвется и прорастет, как росточек из-под асфальта. Я как раз не волнуюсь, я верю. Нет, волнуйтесь, нет, волнуйтесь, но не волнуйтесь. Андрей, что скажете? Так вот, в общем-то, я согласен тоже, что вот не хватает вот этих подворотен, дворов, окна улицы подворотни, всякие такие какие-то. Все же перекрыли. Потому что мы искали, в юности особенно, когда мы искали виды, не просто такой вид на Петербург, чтобы порисовать с холстами, с этюдниками, мы искали подворотни, в которые можно забраться где-то, парадные, где можно забраться на крышу, и оттуда с какой-то крыши вид на фонтанку рисовать. И у нас было много даже работ таких, помнишь, да? В которых было приставлено, и тогда это было спокойно, ты забрался, зашел на чердачу. Ну, даже что не за ней. Сейчас подворотни с домофонами. Ну, да, сейчас все с домофонами, туда же не подняться. Зато там перестало плохо пахнуть. Ну, есть, правда, люди. Есть и плюсы, и минусы. У меня сын Борис, например, он какие-то специальные ключи есть, он так чик, и в любой подворотник, и на крышу, да, и он так любит. Он как по стопам отца, видимо, пошел. Слушайте, а дети как отвечают на вопрос? Ну, знакомятся, да, там, овечники спрашивают. А у тебя, папа, кто? Как отвечают, художник? Я даже не знаю. Ну, да. Я не знаю, как они. Я не интересовался. Нет, дело в том, что, на самом деле, надо уже внуков спрашивать. У меня, например, уже четверо внуков. Я не знаю, у кого больше? У меня пятеро. Пятеро, Фила больше. У меня ни одного, но зато у меня шестеро детей. Да, шестеро детей. Дело в том, что нет. Ну, кто же у нас молодой, но дети. Я молодой. Ну, постарше, у нас внуки. Ну, ладно, постарше. Обычно они смотрят, как реагируют на улице. Вот, например, они видят, там, вот, недавно, на бензозаправке. Дочка видит моя. Ну, она уже, конечно, взрослая. Она говорит, присматривается, говорит, а это вы не Митек сейчас? Я говорю, да. Она говорит, это слава. Раз на бензозаправке рабочую ждать, ну, это уже все. Ну, примерно так. Это вот недавний случай. Вот, так что, и внуки, конечно, на самом деле, вот, как раз внуки-то и пойдут в этот музей, где будут, наконец-то, выставлены наши картины. Да. На всеобщее прозрение. Нет, вообще, сейчас мы уже работаем над внуками. Вот я, как художественный редактор издательства Дитгис, вот, собственно, и все. Уже на следующие очереди. И для своих, и для чужих. Конечно. А невозможно работать только на своих. Если будешь работать на своих, своих загубишь. Надо работать на чужих, тогда и свои будут. Подтянуться. Подтянуться. Поздравление от Медьков, петербуржцам, ленинградцам и тем, кто причисляет себя к таковым везде, где смотрят наш канал в эту минуту. В 21 часа 5 минут по петербургскому времени. Ну что, 3-4. Поздравляем! Ура! 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 Помните, что вы петербуржцы. Но не забывайте, что вы ленинградцы. Да, но не забывайте, что вы ленинградцы. Дело в том, что для нас это, в принципе, одно и то же. Дмитрий Шагин, Андрей Филиппов и Андрей Кузнецов, а, в общем, Медьки, были гостями петербургской студии канала «Теледом». «Теледом» в прямом эфире, в телемарафоне, посвященном 312-му дню рождения нашего города. Увидимся в этой студии минут через 7. Оставайтесь с нами. Субтитры подогнал «Симон»